Добрый день друзья! Сегодня хочется сказать несколько слов вот об этом аквариуме где у меня помещены на зимнее хранение золотые рыбки. Я уже приступил к уборке этого аквариума. Хотел начать сливать воду, но потом подумал что неплохо было бы сделать небольшой обзорчик на вот этот аквариум спустя полторы недели после очередной подмены воды. Вот как вы видите прошло полторы недели вода в нем остается относительно чистая. Меня поразило что стекла в этом аквариуме почему-то ничем не зарастают. В основном уже полтора месяца прошло с момента запуска этого аквариума, а стекла до сих пор чистые. Дни 10 назад я протирал, 10-15 дней назад я протирал эти стекла. Немножко на них появился бактериальный налет, но в остальном они очень чистые. Нету также мути на дне, нету никаких экскрементов. Вот эта вот помпа аквариумская, я не помню на 1000 литров в минуту по-моему, очень хорошо справляется после того как я немножко подредактировал ее фильтрующие элементы. Сейчас здесь усиленные фильтрующие элементы из двух колбочек. А внутри вот этих губок, внутри обоих губок проходит трубка и имеет эта трубка свободный выход к помпе фильтра. Вот так выглядит губка этой помпы. Она заполнена почти равномерно. Заполнилась вот эта губка полностью. Ну и остался еще запас вот на этой губке. Эта губка еще чище. Сейчас сквозь обе эти губки проходит вода благодаря вот таким вот трубочкам, которые помещены внутрь. Вот эта трубочка и благодаря этой трубочке вода может засасываться по всей поверхности этой губки. Таким образом сейчас вода проходит сквозь все губки в этом фильтре. Сразу после запуска он у меня был немножко приглушен. Спустя несколько дней после запуска я слегка открыл вот этот краник и чуть-чуть усилил течение. Для того чтобы оно оставалось примерно на одном и том же уровне постоянно. Чтобы оно не было слишком сильным и не создавало здесь эффекта стиральной машинки и в то же время чтобы хорошо насыщало воду кислородом. Но как вы видите вот эта помпа хорошо справляется с насыщением воды кислорода. Рыбы плавают совершенно спокойно по всей толщине аквариума, по всей толщине воды и не хватают ртом воздух с поверхности. Сейчас они заметили меня у этого аквариума и сразу же прибежали в надежде что-нибудь перекусить. Эти золотухи очень быстро расправляются с вольфией, которую я сюда даю время от времени. Буквально за 3-4 дня съедают вольфию, которая закрывает полностью всю поверхность воды. Вот сейчас поверхность воды свободна от вольфии. Также у меня насушена крапива. Стараюсь поддерживать им вегетарианский рацион. Я распариваю немножко крапивы в горсочку и даю вот этим золотым. Продолжаю давать им гомаруса, но стараюсь не перекармливать, чтобы они у меня здесь не дай бог не начали не листиться и чтобы слишком сильно не развивались вот в этом маленьком домашнем аквариуме. Не листиться они будут у меня летом в пруду. Но такое положение на сегодняшний день. Мне очень понравилась вот эта вот аквариумская помпа, которая с 90-литровым аквариумом справляется отлично. И даже если вы можете видеть, то сейчас эта помпа открыта еще не до конца. Спустя полторы недели после очередной подмены. Ну и вот так выглядит аквариум после уборки. У меня есть кусочек ошпаренной промытой крапивки и сейчас мы дадим этот кусочек крапивки. Пусть щиплет. Протер стекла, помыл фильтр и заменил 60 процентов воды. Вот и весь уход. Ну вот и никаких водорослей без всяких сайдексов. А ведь в этом аквариуме довольно крупные рыбы и через одну-две недели нитраты здесь подскочет до 50. А может и выше. Я знаю это по своему опыту. Какие здесь будут фосфаты одним золотухом известно. Но надо ли здесь измерять какие-то параметры воды в этом аквариуме. Все бодры, веселы. Мне это не надо. Это не надо моим золотухом. Так что никакие параметры в этом аквариуме я не измеряю. Рыбы сейчас собираются спать и поэтому не очень охотно щиплет крапиву. Но с рассветом они доедят все без остатка. И даже следа не останется в аквариуме от этой крапивы. А на сегодня все друзья. Всем пока. Всем красивых здоровых аквариумов. И до новых встреч.